4 июля на базе лицея номер 13 имени Расула Гамзатова состоялось торжественное вручение аттестатов с отличием и медали за особые успехи в учении первой и второй степени, а также благодарственных писем Министерства образования и науки Республики Дагестан, выпускникам общеобразовательных организаций муниципалитета. Началось мероприятие с официального поздравления выпускников от президента Российской Федерации Владимира Путина. Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни. Более взрослый, самостоятельный, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Перед вручением долгожданных наград на сцене выступил воспитанник детского сада номер 23 «Лесная сказка» Амин Таибов. Своим номером он зарядил всех присутствующих невероятной энергией и атмосферы. Ничего дороже нет, кроме Родины любимой. Одней в душах свет у солдат неугасимый. Русский мир сейчас следит от Камчатки и до Крыма. Никому не отдадим нашей Родины любимой. И вот наступил долгожданный момент награждения выпускников медалями за особые успехи и учения второй степени. Благодарственными письмами Министерства образования и науки Республики Дагестан. На сцену также был приглашен глава города Каспийска Борис Гонцов, который обратился ко всем медалистам с напутственной речью. Трудитесь дальше над собой и наше будущее. Я 40 лет назад закончил школу. 40 лет я сегодня посчитал. Поэтому все у вас в руках и добивайтесь высот в жизни, в семье и на благо нашей любимой страны России. Спасибо вам, ребята. Вскоре на сцену вышли и сами выпускники, которые на протяжении всех учебных лет трудились, не покладая рук. Сегодня ребята будут награждены медалью первой степени и благодарственными письмами Министерства образования и науки Дагестана. Со словами поздравления выступил министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев. Вы действительно, наша гордость. Мы очень вас любим. Все, что мы смогли за 11 лет, мы в вас вложили. Результат нашего педагогического труда сегодня налицо на этой сцене. И ребята, которые до вас здесь стояли, и те, кто показали высочайшее достижение, 100 баллов по своим предметам. У нас в этом году в Республике, наверное, рекорд. 48 ребят в целом по Республике показали стопальный результат практически по всем предметам. Он также отметил, что Дагестан всегда рад таким успехам молодежи и ждет их возвращения на малую родину для совместной работы. Тем временем для ребят была организована концертная программа от воспитанников до школьных образовательных учреждений города, которые украсили мероприятие яркими выступлениями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ В награждении представители госструктуры республики также отметили выпускников, набравших 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. На сцену для торжественного вручения благодарности был приглашен председатель собрания депутатов города Каспийска Абдува Хиджаватов. Все девочки получили лучший балл по русскому языку. Молодцы, наши дети. Поздравляю вас с успешным завершением школы, дорогие наши дети. Хочу вам пожелать больших светлых продвиженных программ, достижений своих достигнутых, желаемых ваших целей, поставленных задач. По завершении мероприятия заместитель главы Каспийска Гусей Нункилов провел награждение учителей благодарственными письмами. Ведь именно благодаря работе педагогов, выпускникам удалось достичь высоких результатов. Мне очень понравилось, что родители, именно родители сегодня озвучили, что всегда рядом с вами были наши учителя. Вы знаете, это единственная профессия, наверное, в которой человек теряет много эмоционального. Это не просто труд там, в резервовщик, опошел, отработал, вернулся. Каждый учитель, у каждого из вас вкладывает душу. Он вкладывает частичку себя. И чем прекрасна наша профессия, тем, что подпитываются учителя именно вашей любовью. Вот я хочу вам пожелать, чтобы вы непременно помнили своих учителей. Завершилось торжество выступлением учащихся лицея номер 13 имени Расул Гамзатова с композицией «Россия», которая ранее была признана лауреатом первой степени в проекте юных талантов «Гордость России».